Здравствуйте еще раз. Итак, у нас сегодня с вами лекция на тему, я бы сказал, о когнитивных моделях, когнитивных архитектурах, моделировании и, в общем-то, задачах искусственного интеллекта, по крайней мере, отчасти из них, которые сейчас стали актуальными, но я, наверное, постараюсь все-таки побыстрее проскочить слайды и побольше потом поговорить с вами. Я не собираюсь вас долго здесь держать, но это будет вначале некое введение, так сказать, во всю область, которой мы занимаемся. Ну, для начала я должен сказать, что существует как бы четыре направления, которые сходятся к одной задаче. Это вычислительная геронаука, которая пытается понять, как работает мозг, когнитивное моделирование, которое пытается описать работу человеческой мысли, искусственный интеллект, который ставит задачу воскресенье и интеллектуальные возможности человека, независимо от того, на какой основе, и машинное сознание, которое пытается понять природу переживаний первого лица человека. Все они сводятся к одной задаче построить какую-то цифровую реплику человеческой мысли в компьютере, и на этом пути возникает барьер между высоким и низким уровнем, который имеет разное название, там, когнитивный потолок или нейросимбольный барьер или как-то еще. В общем, дело в том, что люди понимают, допустим, все хорошо на низком уровне, как работают транзисторы, нейроны, ионные каналы, даже нейронные сети, и есть немало теорий на высоком уровне о психике, о эмоциях, о понятиях, о агентах и социальных взаимодействиях и так далее. Но непонятно, как, скажем, от нейросетевого моделирования перейти к таким задачам, как планирование, логические рассуждения, вывод, не говоря уже об агенте, свободе воли и каких-то чувствах и так далее. То есть вообще существует вот некий барьер, связанный с тем, что модели очень низкого уровня тяжело применять на высоком уровне, а модели высокого уровня, они, в общем-то, недостаточны для того, чтобы самостоятельно решать какие-то задачи. И вот в качестве решения здесь как бы возникает понятие когнитивной архитектуры или же биологически инспирированной когнитивной архитектуры, которая достаточно абстрактна для того, чтобы ее, в общем-то, легко было воплотить и изучать. И не претендует на реалистичность в плане нейронов настоящих, а в то же время она является вычислительным средством, которое работает самостоятельно и позволяет воплотить как раз в принципе тех высоких моделей психологии, социологии, теории эмоций и прочее. Ну вот, надо сказать, что понятие архитектуры, когнитивной архитектуры отличается от понятия когнитивной модели вообще. Вот пример когнитивной модели, которая состоит просто из ящичков, описывает процесс формирования долговременной памяти, но ничего считать сама по себе не может, это просто боксология, так называемая. Так же, как и вот эта модель, которая описывает работу рабочей памяти у человека, которая состоит из фонологической петли повторения каких-то слов, эпизодического буфера, визуального какого-то экрана, на котором человек держит какое-то изображение, и все это обрабатывает какой-то центральный процессор. Но опять же, тут нет конкретного воплощения, тут нет целиком агента, только лишь одна его часть. Значит, когнитивная архитектура, она должна представлять целостный модель. Вот её можно понимать как пересечение трёх областей. Когнитивной системы, интеллектуальные агенты и биологически инфицированные амолеры. Причём под когнитивной системой можно понимать динамическую систему, элементы которой наделены семантикой, связаны с элементами той среды, в которую эта система подружена, с которой она взаимодействует. Соответственно, когнитивная архитектура, она является той когнитивной системой, которая, значит, имеет какие-то цели, потребности в этой среде, какие-то средства и достижения, какие-то каналы отхода-выхода и так далее. То есть это агент, прежде всего самостоятельный агент, который может добиваться каких-то целей, совершать какие-то цели и направленные действия. И, значит, по большому счёту он... То есть понятие интеллектуального агента — это синоним когнитивной архитектуры, по-первых. Во-вторых, нельзя сказать, что это какой-то определённый тип модели, там, нейросети, или же алгоритм, или база данных. То есть вообще сегодня когнитивную архитектуру можно рассматривать как платформу для интеграции всех этих подходов, хотя исторически они начались с продукционных систем. Возникло это понятие, в общем-то, почти одновременно с понятием искусственный интеллект, развивалось параллельно. Ну, я уже сказал, искусственный интеллект ставит задачу смоделировать интеллектуальные возможности человека, а когнитивную архитектуру пытались описать процесс работы мыслей человека как таковой. Ну и вот всё-таки они сливаются, и даже несмотря на то, что количество моделей огромно сейчас, они всё-таки сходятся к чему-то одному. Ну и, конечно, они биологически экспирированы. Это тогда, значит, они таковыми являются, когда они заимствуют принципы работы из биологических систем, вот конкретно из человеческого мозга. Я уже сказал, элементами могут быть вещи из самой разной природы, и нейросети, и алгоритмы, и фреймы, схемы, чанки и прочее, и даже какие-то обучаемые многообразия, всё что угодно. Ну, чтобы построить когнитивную архитектуру, значит, нужно выбрать цветов, которые погружён на ген, организовать когнитивный цикл, состоящий из восприятия, осмысления информации, принятия решений и действий. Затем мы можем сюда, должны точнее, добавить какие-то знания о мире, которые позволяют принимать решения. Это могут быть либо изначально заданные знания, либо приобретённые в процессе обучения. Также нужны какие-то планы, цели, может быть, даже память о прошлом. То есть, остальное уже, в принципе, можно добавлять, так сказать, в качестве опции. Ну, не совсем, автоматические навыки тоже нужны обязательно, потому что они используются, например, при обработке социального входа и совершении действий. Также драйвы и система ценностей, в общем, они тоже побуждают систему действовать. Если у неё нету явно заданной цели, то ей нужны какие-то желания, потребности для того, чтобы она к чему-то стремилась. Также сюда можно добавить мета мышления, воображение, эмоции, всё это, весь верхний клетч, назовём рабочую память и остальное. Там будет, соответственно, семантическая память, эпизодическая память, процедурная память, система ценностей и сенсорно-моторная память. Всё это взаимодействует с окружающей средой и прекрасно отображается на акциономе систем памяти человека. Дальше можно говорить, что все эти архитектуры образуют некую иерархию, где на нижнем уровне находятся репостивные модели, которые просто отличают определённым образом на внешние условия для раздражителей. А реактивные или адаптивные — это те, которые способны адаптироваться, то есть обучаться, даже относятся к всей миру сети с обучением, с подкреплением, например. Проактивные, делиборативные — это те, которые могут рассуждать, планировать, исследовать окружающую среду целенаправленно и принимать решения. Наконец, рефлективные — это те, которые способны моделировать окружающий мир, так же, как мы проводим компьютерные моделирования, то есть строить какие-то внутренние модели окружающего мира и проигрывать в них различные сценарии и на этой основе принимать решения. Наконец, мета-когнитивные — это те, которые способны моделировать так же мысли других агентов, в том числе самого себя, а стало быть, они обладают самосознанием, и вот надо сказать, что этот уровень пока не достигнет. Вот эти уровни, они все вписываются в эту общую схему когнитивной архитектуры, которую я уже показал, и в зависимости от того, какие части у вас задействованы, там получается тот или иной уровень иерархии. Дальше я покажу примеры конкретных архитектур. Наиболее известно, пожалуй, СОР, где в последних версиях воплощены фактически все вот эти элементы, что я упомянул. Там есть и рабочая память семантическая, процедурная, эпизодическая, есть даже система, отвечающая за что-то подобное эмоциям, подобно оценивать ситуацию эмоционально, и это используется в частности для обучения с подкреплением. Есть множество механизмов обучения, начиная просто от снятия снапшотов рабочей памяти, которые отправляются в эпизодическую память, до запоминания каких-то удачных конструкций, принятых решений, сохранения их в виде чанков, и есть семантическое обучение и так далее. Но есть также способность к воображению, и, в принципе, назовите, чего она не может делать. Она может делать все, но проблема в том, что ее надо запрограммировать, чтобы она это делала. То есть реально это большая какая-то программная среда как язык программирования, где вы, в общем-то, пишете какую-то программу, создаете агента, ну, в принципе, вы можете то же самое написать на любом другом языке, но там уже как бы созданы все нужные структуры и элементы, это проще гораздо. Но, тем не менее, все нужно делать руками, само оно не возникнет никакой образом. И если вы сделали одну систему, то она будет делать только то, для чего она сделана. Пожалуйста, вот тот же Чон Лейер, создатель этой структуры, он демонстрировал и робота, способного обучаться, там, вот разговаривать с человеком, робот изучает, там, элементы языка, элементы мышления, потом понимает уже просьбу войти, там, в какую-то комнату принести, найти, принести какой-то предмет, он все это выполняет. Проблема в том, что этот робот ничего другого не сделает, вот его сделали для этой демонстрации и все, понимаете, ну, да. То же самое можно сказать про Эктар, Эктар тоже очень популярна, ей занимается очень большое количество людей в разных частях света. Она хороша тем, что там разные способности присоединяются в виде модулей, к какому-то вот центральному ядру, даже есть претензия привязать все это к работе мозга, то есть они провели немало экспериментов с использованием сканера ФМРТ и, вроде бы, доказали, что, действительно, их элементы отображаются на структуре мозга, но, по-моему, это все сомнительно. Ну, не важно. Короче, тут, в принципе, работают те же самые законы, но можно добавлять множество разных модальностей, кроме зрительной, там, мотивационной, какой-то там еще системы памяти, контроля движения и прочее. Можно вплоть до того, что добавить модуль, отвечающий за собственное «я», если нужно кому-то иметь «я» в этой машине. По крайней мере, создатели так подтверждают. Ну, ладно. Значит, дальше, если я просто хочу перечислить большое количество других. Вот, например, арт Стивена Гроссберга — это, на самом деле, нейросетевая модель, одна из уже забытых, наверное, которые были созданы давно, еще в 70-е годы и очень популярны были в то время. Значит, тут еще несколько архитектур я просто проскочу. «Клавион» — это одна из известных архитектур тоже, которая отличается тем, что имеет способность к метамышлению. Это архитектура Диана Герцела, это Франка Риктера, значит, ну и так далее. Это одна из самых первых классических архитектур, в которой, в частности, можно моделировать эмоции. Значит, дальше вот еще несколько архитектур. И Кабус тоже одна из популярных, известных архитектур, но они все, на самом деле, похожи друг на друга. Вот здесь существует какой-то особо богатый механизм лечения в этой вот виде. Значит, ну вот я просто хочу вам показать все эти картинки, чтобы вы видели их разнообразие. Например, вот в этой архитектуре различные возможные варианты будущего или мира, они представляются как бы отдельно, как возможные миры, и это, значит, тоже соответствует какой-то философской, так сказать, теории. Вот, ну, короче говоря, вот мы их когда-то все обследили в таблицу, еще в 2009 году, сейчас их уже гораздо больше, я думаю, сотни существует. Вот, и тем не менее, вот люди собираются, они вообще с трудом друг с другом общаются, их создатели, потому что каждый как бы игнорирует всех остальных, но если они собираются вместе, они вот недавно, вот несколько лет назад пришли к тому, что все это сходится к какой-то одной схеме. Вот тут они как бы выделили общую часть всех этих архитектур, которые, наверное, обеспечивают обязательно для них всех, она включает, конечно, когнитивный цикл, там, восприятие, осмысление информации, то есть вполне действенное, также память двух типов, процедурные, то есть это навыки и декларативные, это та, которая в символенном линии представлена и может быть изложена по какому-то языке, что… Вот, тут дальше у меня несколько слайдов про ту архитектуру, что разработали мы, я даже не стану здесь подробно останавливаться, но скажу то, что здесь основными элементами являются мысленное состояние, схемы, тут все внутренние представления называются схемами, и когнитивные карты, и же… сейчас мы их называем семантической картой. Ну вот… Тьфу, я уже не в ту сторону иду, тем мать… Так, в двух словах, вот семантическая карта, она, собственно, представляет собой некое пространство абстрактное, которое… каждой точке, которая соответствует какому-то смыслу, ну, хорошо, что меня уже никто не будет сейчас задергивать, когда я произношу слово «смысл», и когда мы в этом пространстве размещаем какие-то объекты, то это, соответственно, уже будет семантической картой. Ну, карта – это отображение, в данном случае, множество объектов на семантическое пространство. Вообще термин «семантическое пространство» он общепринят, термин «семантическая карта», он, мне кажется, здесь очевиден, но он не так общепринят, может быть, как первый. Но не важно. Конкретно мы можем это понятие применить к описанию эмоций, и, говоря об эмоциях, существует множество моделей и подходов к их описанию. То есть, это, на самом деле, область, которая сейчас становится очень популярной в науке и технологии, именно благодаря развитию компьютеров, потому что, скажем, раньше об этом говорить было просто нельзя, вот так же, как нельзя было употреблять слово «сознание» в научной статье. Но сейчас инженеры могут в компьютере сделать что угодно и назвать его любыми словами, в том числе назвать что-то эмоцией и так далее. Поэтому никто не запрещает. А с другой стороны, можно создавать роботов, способных выражать эмоции и распознавать человеческие эмоции. Осталось только понять, как они внутри будут всё это рассматривать. Вот это, мне кажется, самый главный вопрос. Но тут важно понять, как мы будем, прежде всего, эти эмоции описывать. И есть множество подходов. Например, вот есть дискретные модели, которые просто предполагают, что есть там дискретный набор в эмоциональном состоянии. Есть размерные модели, которые вводят там векторное пространство для описания эмоций, низкоразмерные, и категориальные, которые основаны на целокупности признаков, определяющих каждую эмоцию. Значит, ну вот размерные модели, они вводят, скажем, трёхмерное пространство, где координатами могут быть там валентность, то есть положительность, доминантность и разбуждённость. И, соответственно, в этих координатах вы можете каждую точку интерпретировать как определённое эмоциональное состояние, в частности, обычные эмоции, здесь имеют вполне определённые координаты, как вы видите на этом слайде. Есть двумерное представление, как справа, это колесо плотчика. И трёхмерное может быть даже привязано к гееротрансмизорам мозгу человека, то есть вроде как есть связь с биологией. Хотя это тоже в какой-то мере спекуляция. Надо сказать, что моделей таких вот эмоциональных очень много, и они все, по большому счёту, сводятся к такому трёхмерному пространству или двухмерному, ну чаще трёхмерному, но в некоторых моделях это число доходит до 15 и больше, иным достаточно вообще одного измерения, хорошо-плохо. Но это зависит от задачи. И, значит, вот, видимо, исторически первой была модель Осгода, под названием семантический дифференциал, их были ещё в 1962 году. Ну, конечно, извиняюсь, все эти вещи были ещё и в 19 веке. Там тоже говорили об этих трёхмерных координатах. Ну, сейчас я вам говорю, что всё, в принципе, сошлось в таком ремоле. И есть много сортов теорий описывающих эмоций. Например, одна из них — теория оценок. прайзов целей, которая основана в том, что всякие события, происходящие в мире, мы оцениваем с точки зрения наших целей, планов, системы ценностей и, соответственно, решаем, насколько это хорошо и плохо, и опасно и так далее. Ну вот, в частности, модель, построенная Врачом и Марселой — это когнитивная архитектура, которая позволяет поплатить эмоциональных виртуальных агентов, она основана на теории оценок. И там вот всё так и происходит, что каждое событие оценивается по ряду факторов в контексте состояния и планов и целей данного агента. И, значит, дальше принимается решение. Ну, во-первых, на основе этой оценки может возникнуть эмоциональное состояние. Во-вторых, агент может понять даже, как добиться своих целей. Вот некоторые из агентов, созданные Врачом, они способны даже обмануть человека, демонстрировать какое-то эмоциональное состояние с тем, чтобы добиться своих целей целенаправленно. Ну вот, это один подход, взгляд, так сказать, но это ещё не всё, что можно придумать. Например, есть целый ряд теорий на основе физиологии. Вот, например, теория соматических маркеров, предложенная Тонио Дамасево, где просто предполагается, что каждый внешний раздражитель, внешняя ситуация, сигнал и так далее, он вызывает у человека так или иначе ощущение удовольствия или неудовольствия. И таким образом он путем ассоциации формирует вот такую память, которую можно назвать соматическим маркомом. То есть вы уже знаете, что что-то вам приятно, что-то нет. Вы как-то уже нутром чуете. То есть это уже не... То есть если первое было как бы на основе ума в какой-то мере, ну или же когнитивное, то есть мы понимаем с точки зрения наших понятий, что такое хорошо, что такое плохо, с точки зрения наших целей и так далее, как к этому относиться. То здесь это может даже происходить бессознательно. Это просто ваше стремление к комфорту. Я не говорю, что непременно к удовольствию, но, пожалуй, требование чувствуется комфортно, оно для большинства все-таки живое существо постепенно. И ясно, что оно будет определять проведение. И это действительно показано в экспериментах. Но надо сказать, что эмоции... Теории эмоций вообще существует море. Даже в России есть много там теории Симонова, построенной информации, да. Есть теория, другие теории по аналогии с аддикцией, в основном, есть, понимаете, теория основана на том, что человек воспринимает все окружающее с точки зрения потенциальные угрозы и так далее. В общем, трудно как-то даже сопоставить все эти разные взгляды, насколько они отличаются друг от друга. И, тем не менее, сейчас уже возникают виртуальные агенты, способные, так сказать, к эмоциональному взаимодействию. Ну и, соответственно, нужна теория, но пока общепризнанная теория нет. Вот есть теория OCC, Артоний Кулор-Колинс, которые основаны на маркерстве деятельности принятия решений, на основе которых вы можете определить, какую эмоцию должен испытывать человек в той или иной ситуации. Ну, я не буду, наверное, подробно все-таки сейчас об этом говорить, но вот, понимаете, тут возникает вопрос, а все-таки достаточно ли нам векторного пространства, для того, чтобы отличить простые и сложные эмоции. Ведь есть же просто базовые эмоции, там, страх, гнев, удовольствие, печаль и так далее. А есть какие-то сложные социальные эмоции, там, стыд, зависть, ревность, сочувствие, злорадство, чувство юмора и так далее. То есть, если мы эти таблины, например, нанесем на той же карте, мы увидим, что они, в общем-то, совпадают с какими-то примитивными состояниями. И как их отличить на основе этой карты, непонятно, что нам, вводить дополнительные измерения. Но так можно просто усложнить эту модель, но она, как бы, ничего особо не объяснит. Значит, вот, ну вот, мой подход заключается в том, что, значит, я ввожу понятие «моральные схемы», так называемые, которые, значит, вводятся для каждого типа взаимоотношений каких-то агентов или даже состояния одного агента. И, ну, суть каждой «моральной схемы» заключается в том, что определенное состояние является нормой. И, ну, это значит, что определенный тип поведения, в частности, вот, что эти, там, два человека делают по отношению друг к другу, или же третьему человеку. И, соответственно, всякое отклонение от этой нормы воспринимается негативно с точки зрения этой «моральной схемы», и оно должно быть устранено таким образом путем выбора разумных и доступных действий в данной ситуации, которые возвращают ситуацию к нормальному. То есть, получается, что работа этой «моральной схемы» сводится к сдвигу в выборе решения. Если у вас, скажем, принятие решения обосновлено чисто в рациональном мышлении, то где-то вам все равно остается свобода выбора, где нужно, там, подбросить монетку, и тут вы можете использовать уже влияние вот этих дополнительных факторов на принятие решения. Но, на самом деле, есть еще, конечно, третий фактор, тот самый соматический. То есть, вообще говоря, можно сказать, что как минимум три фактора определяют поведение человека. И, значит, все это можно представить в виде какой-то когнитивной архитектуры, в которой, опять же, я говорю, будет обводиться в это самое семантическое пространство, пусть оно даже будет двумерное, вводятся в какие-то моральные схемы, и для каждой из них там свои уравнения динамики, которые определяют вероятности выбора того или иного решения. Вот примеры еще этих моральных схем. То есть, в каждом случае нормальное состояние задается чувствами. В данном случае чувство означает веру в то, какой должна быть оценка у того или иного агента, скажем. То есть, ну, мы уже говорили об оценках, то есть, каждому объекту, каждому агенту, в том числе, в том числе и предписывается, какие-то оценки по координатам, там, валентность, возбужденность, доминатность, допустим, да. Так же самое предписываются оценки другим агентам, и они просто определяются поведением. Все предисловили поведение этих агентов. В этом смысле можно сказать, что они объективны, ну, в рамках данной модели, их можно просто вычислить на основе поведения. А есть еще другие оценки, которые мы назовем чувствами, которые, вообще говоря, не вычитаются из поведения, они каким-то непонятным пока образом возникают и считаются правильными. То есть, в данном случае чувство определяется как то значение оценки, которое должно быть у данного персонажа. И если уже у него фактическая оценка отличается, то его надо как-то поставить на свое место все недоступные свойства. Вот, например, если посмотреть на очередь где-нибудь там стоящего из трех человек, то можно сказать, что вот здесь люди образовали иерархию, грубо говоря, скажем, кто наверху, он доминирует, по последнему он подчинен, если так можно. И если кто-то там начнет лезть без очереди, то, соответственно, другие поставят его на место, потому что для них вот такое вот распределение оценок считается нормальным. То есть, вот пример того, как это работает. Ну, конечно, можно рассматривать более сложный пример. Ну, тут у меня, я не хочу даже на этом останавливаться. Ну, пару слов скажу, элементы нарратологии. То есть, нарративный интеллект, он заключается в том, что у агента как бы есть два уровня. Не думайте, пожалуйста, что нарративный интеллект означает заранее написанный сценарий, по которому агент что-то делает. Это совсем не то. Наоборот, этот агент обладает способностью представить в себе весь мир в целом, рассмотреть, рассмотреть возможные варианты прошлого и будущего, выстроить какой-то рабочий сценарий, который ему кажется наиболее вероятным и наиболее соответствующим его потребностям, и, исходя уже из этого сценария, выстроить для себя цель и план действий, которые он дальше начнет выполнять на уровне актора. Вот, собственно, в этом заключается нарративность, нарративный интеллект. Ну, дальше можно говорить, что он может быть правдоподобным, если каждый выбор мотивирован с точки зрения человеческой психологии. Ну, вот я уже говорил про два фактора, которые взаимодействуют, когнитивные и рациональные, при принятии решения. Рословцы, не слушавшись моих студентов, я вам сказал, ну, нужно добавить еще третий фактор, абстрактно-административный, когда вам, скажем, пожарники запрещают что-то делать, причем так, чтобы противоречить здравому самостоятельному. Ну, ладно. Ну, вот я уже говорил, такая у нас возникает архитектура, которая, в общем-то, такая модель, которая определяет поведение персонажа или виртуального агента в данной среде. Моральная схема имеет жизненный цикл, когда она может, скажем, быть неактивной, потом активироваться, закрепиться за какими-то там персонажами, затем, в случае возникновения конфликта, она может менять свое состояние, и, наконец, она может поменять перспективу и, в результате быть, уже деактивирована. Ну, это так, вкратце говоря. Вот, скажем, общая схема той самой модели, которую я называю эмоциональная, биологически инспирированная компенсационная архитектура или и-байка. Здесь, как видите, есть все системы памяти, которую я упомянул, плюс элементы этих представлений наделены оценками, чувствами, есть семантические карты, на которых все эти оценки принимают значение, есть система драйвов, мотивов. Ну, мотивы — это, фактически, приобретенные драйвы, если так можно выразиться. И вот они, собственно, определяют поведение. Но теперь я вкратце скажу о примерах проектов, которые у нас были на эту тему. Значит, вот список, который я предлагал студентам буквально несколько лет назад. Значит, у нас с Климовым еще давно возникла идея создать когнитивный конвейер, то есть создать какую-то технологию, которая позволила бы нам разрабатывать когнитивную архитектуру и интеллектуальных агентов для разных конкретных приложений по единому образцу, по единой модели. Ну и я к этому еще вернусь, потому что сейчас у меня действительно эта идея как-то конкретизируется. Ну, здесь вы видите список достаточно большой и длинный, и действительно я предлагал его студентам в качестве возможных задач, и кое-что они действительно выбирали, что-то из этого реализовывали. Но сейчас я бы уже не стал предлагать столь широкий список, а скорее подошел бы уже с других позиций. Ну вот, смотрите, значит, во-первых, что мы сделали? У нас в самом начале еще была реализована так называемая игра «Телепорт». Это социальная игра, где для того, чтобы выиграть, нужна не быстрота, не ловкость, а именно какая-то социальность. То есть нужно думать о других, и побеждает тот, кто на самом деле помогает другим в начале, а потом он становится таким образом лидером или фаворитом и выигрывает. Ну, представьте себе, что люди играют в эту игру анонимно, на разных компьютерах, они не знают, кто из кто там, кто-то может быть вообще автоматом, кто-то человеком. Вот. И при этом мы регистрируем мимику лица. Вот здесь вы видите графики, это сигналы с электродов, наклеенных на лицо, которое показывает, когда там испытуемая улыбается или хмурится. Ну, соответственно, мы интерпретируем все это в терминах эмоций. Мы можем также эмоции распознавать с помощью камеры, с помощью специальных программ. Это одна из множества подзадач, которые нам нужно решать. Вот. Ну и на эту тему у нас был целый ряд публикаций, надо сказать. Там что-то действительно интересное было найдено. Но суть в том, что да, действительно, агенты, построенные на основе нашей модели, работают. Они проходят тест-тюринга какой-то ограниченный. И те самые вот оценки, вычтенные по нашим формулам, они оказываются достаточно информативными. И даже можно установить их в корреляцию с ФМРТ. У нас были эксперименты и в скамере с этой игрой поставлены. И вообще много чего было. Ну вот, если я уже дальше отсюда идти, значит, один из наших следующих проектов был виртуальный слушатель. Тут идея в том, что, скажем, двое просто слушают какую-то историю и как-то реагируют на нее мимикой лица. Причем один может быть человеком, другой автоматом. И мы можем, в принципе, автоматом обучать на поведение человека. То есть в начале, как происходит анализ выражения лица автоматически, там выделяются action units, потом эмоции, потом, значит, из них выделяются три координаты. Валентность, возбужденность, доминантность. Или же даже только две. Также желательно было бы использовать направление взгляда. Но фактически мы до этого не дошли. И затем, когда вы решили, какую эмоцию нужно выразить в ответ, то должен произвести синтез. То есть эта эмоция снова превразуется в action units, а те, в свою очередь, превразуется в morph targets, которые уже там в игровом точке превращаются в выражение лица. Все это у нас было сделано и, сказать, в слишком упрощенном виде. То есть мы человека тоже загнали в такие рамки, что с человека считывалось выражение лица, пропускалось чистый фильтр. И дальше поступало на маску, которая повторяла, но на самом деле не повторяла, а очень грубо повторяла то, что делает человек. И когда мы рядом поставили маску, контролируемую алгоритмом, то испытуемые не смогли отличить человека или автомат. Но тогда же я понял, что на самом деле эти тесты, они очень не информативны, потому что его было очень легко пройти, просто загнав человека в это узкое горло, просто огрубив всю информацию, которая считывалась с его лица. Но я не буду говорить уже детально, как это было сделано, может потом. Но, кроме того, у нас дальше был целый ряд проектов. У нас там был и какое-то время рыцарь в лабиринте, контролируемый то человеком, то автоматом. У нас были виртуальные танцоры, вот слева внизу вы видите как раз ту парадигму виртуального слушателя, о которой я говорю, одна маска контролируется с человеком, другая автоматом. В центре вы видите виртуального пингвина, вот еще покажу пингвина, значит тут на самом деле была сделана довольно большая работа. Вначале мы потратили достаточно времени на создание всей игры, анимации, это делали одни студенты. Потом другие студенты пришли и стали уже программировать поведение этого пингвина, а действия тут вот они перечислены. Вы видите, пингвин, он может пойти к человеку там, бросить еды там и поиграть с ним, съесть рыбу, выбросить, может пищать от этого возраста, может клюнуть человека, может убегать и так далее. Человек тоже может там ее погладить, бросить ему рыбу, бросить ему мячик, решать. Ударить, погладить, приветствовать и все такое прочее. То есть набор действий очень ограничен на самом деле, но тем не менее, когда люди играли в эту игру, то некоторые, в общем-то, проникались даже какими-то чувствами к пингвину и, в общем-то, устанавливали с ним нормальные отношения. Была также модель самого человека, взаимодействующего с пингвином тоже в этой среде и взравновывалась с пингвином реальным человеком. Но эта работа на самом деле еще не завершена, то есть они создали уже эту игру, вот она воплощена на этих компьютерах, и мы будем ее использовать уже дальше на следующем этапе в другом проекте, о котором я пару слов еще скажу. Значит, другая задача у нас была виртуальный танцор, вот, кстати, Денис занимается этой задачей. Значит, мы взяли, купили окружение, купили аватаров. Вначале все это было сделано Артуром Чубаровым, который ушел от нас в БНВ. И, собственно, все было сделано им фактически раньше. Ну и есть какой-то танцевальный клуб, где играет музыка, там цветовые эффекты и все такое прочее. Вы туда попадаете, вот вы видите двух танцующих девушек, вы можете выбрать одну из них или другую в качестве своего партнера, они тоже могут выбирать либо вас, либо друг друга, либо не танцевать ни с кем. И все это, опять же, происходит на основе тех самых уравнений, тех самых схем. То есть каждое действие, оно имеет определенные оценки, каждый игрок имеет свои оценки. И задача для человека здесь – иметь партнера в большей части. Надо сказать, что люди с этой задачей справились лучше автоматов тех экспериментов, которые мы проводили. Вот результаты экспериментов видны здесь. Да, но тут надо сказать, что есть идея сюда добавить большое количество модальностей, которые у нас пока отсутствуют. Например, контроль мимики пока осуществлялся просто нажатием кнопок, которые вы берете сверху на рисунке. А когда мы послали статью на конференцию, то нас, в общем-то, гневно раскритиковали, что как в наше время вы можете для выражения мимики использовать кнопки, когда существуют такие средства богатые. Ну, ладно, не будем. Потом, во-первых, у нас все это должно быть сейчас сделано в VR, со считыванием мимики с помощью электродов, надеюсь. Причем мы можем даже сделать взаимодействие двух, а то и трех испытуемых друг с другом в VR, поскольку у нас есть несколько установок, и даже можно найти три комнаты для этой цели. И мы можем проводить тесты тюринга, замене одного из этих испытуемых автоматов. То есть тут, в общем, тоже работа еще будет продолжаться. У нас была также такая тема, как виртуальная клоумада, и, к сожалению, я не включил сюда рисунок, показывающий сцену. Ну, то есть там визуализации все равно у нас не было, то есть ребята к этому не дошли. Это результат кода, который написал я. А те ребята, они, в общем-то, целый год этим занимались, четыре человека, и, ну, непонятно, что они сделали, и что они дальше будут делать, тоже непонятно. Важно. Короче, вот результат вы видите. То есть программа генерирует вот такой сценарий, который где-то как-то с натяжкой имеет смысл, кажется. Ну, нельзя сказать, что он очень был смешным, но, по крайней мере, может быть не лишен смысла. Ну, можно, в принципе, проводить исследования даже без безумизации на уровне генерации сценариев, хотя это не так интересно. Ну, я не знаю, вы прочитали там хоть что-то или нет? Ладно. Это отдельная тема, может быть, потом еще к этим шипам вернемся, но сейчас, пожалуй, не стоит. У нас также еще был проект виртуального собеседника, собственно, он тоже, фактически, нереализовался. Ну, вот у нас был виртуальный слушатель, а теперь, значит, должен быть виртуальный собеседник, то есть это, фактически, чат-бот, соединенный с виртуальным слушателем. И вы можете с ним говорить чего угодно, ну, как с чат-ботом, да, а он или она, точнее, будет как-то эмоционально реагировать на вас и менять свое эмоциональное состояние. Более того, тут, если, скажем, вести трех участников, два автомата или человек, то уже могут возникать какие-то социальные взаимоотношения между ними. Могут как-то меняться динамически не только эмоциональные состояния каждого, но и отношения подпарные между этими тремя игроками. Это тоже может быть интересно. Причем, ну, идея здесь, опять же, такова, что, чтобы все возможные высказывания поделить на какие-то крупные категории по их эмоциональной окраске, по их значению, и дальше на основе вот той самой модели решать, какую категорию высказывания нужно выбрать в следующий раз и по отношению к кому нужно что-то высказать. Вот, собственно, идея, но пока она еще не реализована, по сути. И, ну, вот они сделали окружение в Unreal, они даже подключили сюда чат-бота, показывали там какие-то записи и конверсейшн с этим чат-ботом, но пока результата нет. Да, это примерная архитектура такого собеседника. Это, опять же, слайд взятый из презентации одного из студентов, который этим занимается. Ну и, конечно же, у нас были и, я бы сказал, практические применения. Вот, в частности, мы создали среду для проведения конференции. Сейчас эта тема тоже порочена Денису, который сидит здесь. То, что изначально создано Артуром Чубановым. Значит, огромное виртуальное окружение, где, в общем, есть много залов, там коридоров, все как в реальном конференц-центре, в коммершн-центре. И мы его назвали виртуальным, виртуальным коммершн-центром. Значит, вот люди подходят на регистрацию. В данном случае мы просто разыграли эту сцену. То есть у нас люди, студенты играли роль вот этих вот участников. Кто-то был ресепшионистом, а кто-то, значит, подходил к столу и регистрировался. Но потом мы провели конференцию такую, настоящую, даже две. Ну, на самом деле, больше. Там, во-первых, конференция «Байка», которую я организую, это международная конференция, она будет на следующей неделе, кстати. Во-вторых, был там целый кластер конференций объединенных российских, которые вот в год пандемии решили провести вместе, как один большой конгресс. И там мы тоже предложили свои услуги, и мы провели постерную сессию в их конференции. Даже, я думаю, не в одной их. Там четыре было, наверное, конференции в одной. Вот. И здесь у нас вы видите скриншот презентера стендного доклада. То есть это опять такая вот девушка, которая говорит, озвучивает текст, написанный авторами этого постера. В этом же тексте были расставлены метки, куда она должна указать лазером в процессе презентации и в какое время. Ну, конечно, у нас было там порядка двухсот постеров, и для каждого из них это сделать было бы сложно, но мы в таком режиме реализовали, ну, несколько штук постеров фактически. Остальные были просто, нет, остальные были на самом деле тоже с презентершей и с текстом, который она читала, но без лазера. Что мы еще сюда добавили, это ее интерактивность и эмоциональность. Ну, я могу вам показать видеозапись, если потом будет желание, просто часть я не включил. Значит, она может демонстрировать эмоции в процессе рассказа, и мы сравнивали восприятие презентации с эмоциями и без, причем эмоции там сложно, конечно, связать с текстом, мы просто задали какую-то траекторию изменения эмоций по стандартной пирамиде Фрейтага, который там провели новые на предыдущих слайдах. И обнаружилось, что когда презентация эмоциональна, то она воспринимается лучше, естественно, чем когда она просто маратом. Ну, кроме того, ей можно там задавать вопросы, можно прерывать ее, и можно даже стандартными фразами с ней обмениваться. Потом, если вы в середине доклада будете пренебрегать ей и просто уйдете, скажем, будете отходить, то она начинает явночить, начинает говорить быстро-быстро, потом перестает. Ну, просто мы, честно говоря, уже сами фантазировали, как. Тут не было, по большому счету, как бы модели из первопринципов, описывающие ее поведение. То есть мы просто добавили какие-то. Вот такая мысль была, но на самом деле у нас весь год ушел решение всех технологических проблем. И, в общем-то, до самого интересного дела не дошло. Да, но тут я еще дальше говорю о том, что на самом деле для развития искусственного интеллекта нам нужно поставить цель. И вот если сейчас мы видим, что сегодняшнее применение социальных агентов пока неуспешно, включая там Сири и ее аналогов, то надо прежде всего понять, как сформулировать цель и как определить ее достижимость и факт ее достижения. То есть нам нужна метрика, позволяющая определить достижения таких свойств, как человекоподобие, социальная совместимость, социальная привлекательность, правдоподобие, способность заслуживать доверие, способность к взаимопониманию, рапорт и способность устанавливать какие-то долговременные личные отношения. В общем, все, что характеризует человека, оно, в принципе, должно быть перенесено на автомат. Но как вот написать алгоритм, который позволяет все реализовать, в общем-то, я думаю, сейчас по большому счету не знает никто. Но, возможно, эту задачу можно было бы решить, если бы мы научились хотя бы измерять расстояние до цели. Как бы поставить такую цель и сделать прибор, который позволяет измерять до нее расстояние, иметь какую-то метру. Ну, спрашивается, как мы это можем сделать? Значит, мы можем подвергнуть их тесту Тьюрибы. Ну, как мы видели из примеров, которые я приводил, этот тест не так уж хороший, он не так уж инфраструктивный. Его можно пройти, и это еще не гарантирует того, что вы сделали агента, который удовлетворяет ваши потребности. Но, скажем, если мы возьмем человека, то для него существует целый набор психологических тестов. Тест КТЛ, тест Большой Пятерки, значит, и МОУШИН, и прочее, и прочее. Когда человек просто отвечает на целый ряд вопросов, и на этой основе определяется его тип Вечности. Вопросы этой такой природы, что вы не можете их задать автоматы. Просто они связаны с жизнью человека, а к роботу они просто не применяют. Значит, что вы можете, тем не менее, это поместить его в среду, где он играет в какую-то игру с человеком. То есть вы можете сделать интерфейс совершенно идентичным для человека и для автомата. И если теперь вы каким-то образом, магическим, сможете определить тип личности человека по его поведению в игре, то же самое вы сможете сделать видна робота. А для того, чтобы решить вот эту первую задачу психологического профилирования человека на основе поведения в игре, мы можем собрать данные, скажем, о его поведении в игре и данные психологических тестов, которые я упомянул Адаму, очень большие данные тоже набираются. Вот у нас есть два объема больших данных, мы можем установить между ними связь, и в конце концов, казалось бы, в принципе, по тому, как человек ведет себя в игре, определять его тип личности, его семиминутное эмоциональное состояние и так далее. Ну вот у нас даже уже несколько публикаций было на эту тему. Вроде как идея была даже не моя, а Дарьи Тихомировой, и по идее она должна была бы продолжать этим заниматься, но как сейчас я выясняю, она, в общем-то, началась, наоборот, заниматься как раз самими коммунитивными архитектурами. Ну ладно, это уже ее дело. Вот. Но задача стоит, потому что то, что нам удалось обнаружить, это были просто корреляции одного с другим, но недостаточные для точного предсказания. То есть, ну и все это делалось, кстати, на основе вот той самой примитивной игры в телефон, где поведение человека сводится к выбору там нескольких действий в ходе этой игры. Но по большому счету тут нужно другую парадигму использовать, где была бы более богатая информация, скажем, тот же виртуальный танец или что-то еще. Ну вот, в итоге, если бы мы это сделали, у нас бы получилось то, что мы, скажем, измеряем набор психологических параметров, характеризующих человека как личность, как персонаж. Вот здесь показаны параметры, которые выводятся из теста Петелла, например. И такие же параметры, допустим, мы могли бы получить на основе поведения в игре. Дальше наша задача сделать робота, ну, во-первых, неотличимым от человека, то есть он должен попасть где-то в какой-то коридор вот этих параметров. Во-вторых, можно даже поставить еще более амбициозную задачу, сделать робота более человечного, чем сам человек. Оказалось бы, это абсурд, но если подумать, то это не лишено смысла, потому что вы можете людей, скажем, рассортировать по шкале их. И кто-то окажется внизу, кто-то наверху. Дальше, если вы добьетесь того, что робот оказался где-то посредине, то вы можете уже двигать его от одного края к другому. И таким образом вы можете его передвинуть на самый верх. На самом деле это тоже не так уж и невероятно, то есть в каких-то ограниченных парадигмах это может быть сделать и легко, я допускаю. Хотя мне неизвестно, чтобы кто-то что-то подобное сделал. Но по большому счету это, конечно, самая большая задача. И вот если она будет решена, то роботы вольются в человеческое общество. Ну вот, значит, это, кстати, результаты одной из публикаций, одного из экспериментов. Наконец, я еще хочу сказать пару слов о другом потенциальном применении. Собственно, мы о нем уже думаем. Это интеллектуальные тьюзеринговые системы. Тут я просто скажу несколько слов об этих системах вообще. Вот есть понятие такой тьюзеринговой системы, вот есть какие-то требования к ним. Это на самом деле область, которая существует на Западе давно, уже много десятилетий. Там большие деньги вовлечены, там они используют эти вещи во всех школах, университетах. В России такого нет. То есть это не то, что просто вот какая-то, скажем, база данных или веб-сайт, где вы там заполняете какие-то поля. Нет. Тут речь идет о том, что вы разговариваете с виртуальным агентом. Вот, кстати, разработчики этих вещей. Значит, вот список их созданий, может быть, далеко не полный. Вот пример АВРИКС, с которым вы общаетесь, это агент, который учит школьника арифметику, например. Здесь у вас мета-тьютор, который наделен мета-мышлением. Там тоже своя теория, так называемое саморегулированное обучение, которое включает и мета-мышление, и те же эмоции, и мотивацию, и самоанализ, и все прочее. Вот один из примеров под названием «Бетти Брейн», где идея в том, что студент должен обучать вот эту виртуальную девушку в какой-то области знамения. А, значит, если он испытывает это изменение, ему помогает вот этот мистер Дэвис, который является его как бы куратором в данном случае. Это все виртуальные агенты. И, да, дальше у вас есть пример мета-тьютора, я уже об этом, по-моему, сказал. Еще один пример – это, в общем, тьютор, который учит изобретательству. Здесь тьютор на основе каких-то глубоких моделей, как следует из названия, и это лоншери. И вот здесь авто-тьютор, вот вы видите, собственно, этого агента в образе девушки в центре слайда, значит, она на самом деле разговаривает с человеком. И, ну, вот конкретно, если посмотреть этот клип, то он выглядит ужасно. Нужно заметить, что это все крайне неестественно и отвратительно, и еще хуже, чем в серии или Алиса. Но я допускаю, что есть сейчас уже и неплохие вещи. То есть, вот, пожалуйста, различные выражения лица этих агентов. Вот среда, которая используется для такого тьюторинга. Значит, ну, в данном случае за компьютером, я думаю, сидит разработчик, но представьте себе, что это будет студент, который взаимодействует с агентом на экране. Причем со студента считывают все, что могут, включая, там, с помощью камеры вы можете считать его мимику, направление взгляда, можете даже считать частоту пульса и температуру кожи, частоту дыхания и все такое прочее. Вы можете даже подключить к его телу датчики и считывать еще больше, там, проводимость кожи и все, что хотите. Ну, и, конечно, вы можете анализировать голос, и по темпу голоса вы определяете эмоциональное состояние и все такое прочее. Ну, и агент на экране, он тоже использует многомодальный интерфейс, то есть, он использует и мимику, и голос эмоционально окрашенный, и само содержание речи тоже выбирается. С определенной эмоциональной краской, и согласно текущему состоянию, там, выбираются те или иные решения в данный момент для данного студента. То есть, здесь вот происходит такое социальное взаимодействие реального и виртуального персонажа, а конкретно они занимаются изучением, скажем, какой-нибудь алгебры или что-то еще. Вот такие вещи, они на Западе существуют уже давно, и сейчас, наверное, они развелись еще больше. И хотелось бы что-то сделать, но не обязательно повторяя то, что сделано там, но и не просто, скажем, тупую вещь. Вот, например, у меня возникла идея сделать виртуальную классную комнату буквально на основе того конферент-центра, который я вам показывал, с презентершей стендового города. Там еще были другие залы, где можно было проводить пленарные заседания, я вам не показал запись пленарного заседания, но если захотите, потом покажу. Я думаю так, что, в принципе, мы можем создать виртуальную комнату вроде этой, где, скажем, за столами сидят виртуальные студенты, и вообще все будут представлены аватарами, причем это могут быть как реальные люди, так и виртуальные агенты. В том числе и студенты, и преподаватели. Значит, преподаватель рассказывает какой-то материал, затем задает вопрос, студенты отвечают, может реальный студент ответить, может виртуальный студент ответить, значит, уже появляется какая-то мотивация у реального студента ответить первому. И также наоборот, если, допустим, преподаватель что-то говорит неправильно, его студенты могут поправить, опять же, может поправить реальный студент, может виртуальный студент. Потом могут возникнуть какие-то взаимодействия уже между студентами, между студентами и преподавателями, могут развиваться какие-то межличностные взаимоотношения. Это все, все можно описывать соответствующими моментами, то есть я говорю об отношениях между человеком и виртуальными агентами, конечно. И, на самом деле, исходная идея даже была мне подсказана одним из вот тех вот физиономий, которые я показывал вам, разработчикам этих тюзеринговых систем, то есть я просто знаю там, скажем, половину из них. И вот один из них в прошлом году, увидев первые прототипы нашего ECC, этого контейнт-центра, он сказал, а как здорово, было бы неплохо применить это для образования. И сразу предложил вот эту идею с виртуальными студентами, которые будут, значит, как бы побуждать студентов реального активности. Ну и я подумал, что действительно хочу бы этого не сделать. Ну, на самом деле, там вот денег много, тут много чего можно придумать, но, конечно, не стоит закапываться, лучше выбрать что-то простое и рисуемое, показать, что это работает, а потом уже двигаться дальше. Ну вот я уже предлагал своим студентам, которым я здесь читал курс в этом семестре, список возможных проектов, но я думаю, что его надо расширить, конечно. То есть я просто выбрал некий узкий список, то есть тут вы видите первое, это социально-приемный мотив поведения виртуального ассистента или виртуального агента, скажем вообще. Ну а почему он нужен? Потому что вот я когда осознал, что причина провала всех этих вещей, типа Ассирии, Алисы и прочее, и даже просто автонавигаторов автомобилей, в том, что они как бы построены на том, что они считают, что они абсолютно правы. Они становятся в позицию всезнающего гуру и говорят вам, что вы должны делать, и предполагают, что вы должны просто выполнять их указания. А человек, он со своей стороны понимает, что наоборот, он знает, что делать, а этот агент, он тупой, он ничего не понимает. И поэтому, да. Можно бы я придумал, мне время нажимал. А, ну хорошо, может вы скажете, подождите, давайте скажите пару слов, прежде чем вы уйдете. Буквально две минуты, ну полминуты. А что вы сейчас, ну вот хотя бы скажите, какие задачи вы сейчас решаете, и может быть кого-то заинтересует вам прислышать. Я просто программист, я ничего не разрабатываю, ну в смысле вот из высокого уровня как бы. Ну, из того, скажем так, то, что управляет агентами, я это не разрабатываю вообще. Я только окружение реализую. Это несколько попроще, и оно к когнитивным культурам в принципе особенно. Но, смотрите, он на самом деле реализовал считывание эмоций с помощью айпада в процессе игры, и передачу информации уже в среду в анриэл. Потом, что еще, определение направления взгляда с помощью айптрейкера, значит, куда человек смотрит на экран, тоже учитывается в этой среде. Что еще там было у вас? Айптрейкер-копоник. Ну, вы же его, Владимир, уже освоили. Нет? Не я. Ну, ладно, просто. Но на самом деле там очень много таких вот периферийных, как я их называю, задач, которые нужно решать вплоть до распознавания речи, там, анализа тембра голоса, или синтеза эмоционально окрашенной речи, анализа сентиментов текста, в конце концов, синтеза эмоционально окрашенного текста. То есть, очень много, точно, задач не смажется, анализ взгляда, вот, куда вы с ним, вы убегаете, да? А что вы в плане, ну, скажите, может быть, в плане других вот вещей, что вы можете планировать и делать, или мы с вами, собственно, об этом еще не говорили, но вы говорили о том, что VCC можно преобразовать в виртуальную классную комнату в среду для обучения. Честно говоря, я его просто у вас иногда начал делать, да, это слова абсолютно нет. Я помню. Ну, там просто и со Specialized надо переходить на что-то другое, и карту надо подредактировать, и все такое. Ну, правда, проще с нуля сделать. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, спасибо. Вы когда-нибудь будете здесь в ближайшее время? Ну, завтра, например, у меня целый день все будет. Вечером? Да, может, и вечером. Я буду здесь. Приходите. До свидания. До свидания. Так, ну вот, вы уже, наверное, прочитали этот список задач, и тут вы видите, что... Почему я говорю, что он социально непрерывный? Да потому что она идет в себя неадекватно. Вот если бы она могла, как бы, посмотреть на себя со стороны и подумать, а может, я не права. Вот если она мне говорит, что я должен ехать куда-то там, я на машине еду, а я знаю, что там на дороге ремонт, и я проехать не могу, она мне говорит ехать туда, и я еду в объезд. Она продолжает мне говорить, что я должен развернуться и ехать туда, причем это продолжается минут 20, пока я не объеху. Если бы она могла подумать хоть немножечко, то, наверное, пришло бы поводу на основе моего поведения, что что-то не так с тем, что она мне говорит. Да, да. Она может просто что-то не сказать, что там затруднение, и она перестроит в нашу. А вот у навигатора нет такой функциональности, вы же не можете ему говорить, правильно? А даже, вот, хорошо, я понимаю, согласен, на это решила бы, если бы она могла понимать, что я говорю, но представим себе, что такое возможности нет. Могла бы она просто критически относиться к себе. Я что хочу сказать, что, может быть, этим агентам достаточно добавить немножко самокритики. Я не говорю о мета-мышлении, о самоанализе, о каких-то сложных вещах. Просто поубавить немножко самоуверенность, чтобы они не постоянно диктовали вам, что делать. Просто изменить характер поведения, чтобы она стала чуть-чуть менее настойчивой и самоуверенной. И, может быть, тогда она станет социально приемлемой. То есть я говорю действительно о каком-то небольшом, небольшой модификации типа ее поведения, который позволит улучить ее социальную привлекательность. Ну, тут такой момент, в зависимости от того, какая задача стоит. Если вот есть задача дать решение на данный момент, вот там сейчас человек сомнит, тогда лучше бы она твердо отъезжает. А если просто по-другому поговорить, поговорить? Ну, мы же говорим сейчас о социальных взаимодействиях. То есть, конечно, если речь идет о решении четко поставленной задачи, то там, конечно, искусственный интеллект работает лучше человека, и все понятно. К сожалению, в мире задачи нужно ставить самому. И они всегда возникают неожиданные, в новых ситуациях и непредсказуемые. И заранее все это предлогадать нельзя. Поэтому, значит, я даже не об этом сейчас говорю, а о том, что если происходит социальное взаимодействие автомата с человеком, то нам нужно, чтобы этот автомат, ну, по крайней мере, был способен понимать различные внутренние состояния человека, например, эмоциональное состояние. И как-то к этому подстраиваться, что ли. То есть он не может просто все эмилировать, потому что тогда человек воспринимает его как недошеленный предмет. И он просто думает о нем, как об инструменте, о каких-то плоскоглупцах или отверстках, но не как о живом существе. И вот это-то и является барьером для интеграции их в человеческое общество. У нас о своем уровне. Да-да. Вы смотрите, мы про это очень сильно взросли на ценах. Хорошо. Давайте потом об этом поговорим. Значит, дальше что? Тут написано «Виртуальный актор мыслищий вслух», и пока никто не заинтересовался, ну, может, и не стоит, но на самом деле была работа, сделанная моим коллегой, где они, значит, взяли робота-официанта в ресторане и добавили ему способность говорить вслух все, что он думает, все, что он делает, и это помогло ему устанавливать контакт с посетителями и лучше и лучше выполнять свою функцию. Ну, сомнительно, но такая работа была. Вот третье, это как раз то, что меня очень интересует сейчас, и это я бы назвал даже первым приоритетом, может быть. То есть до сих пор я говорил о когнитивных моделях, управляющих поведением автоматом. Но в наше время сейчас возникает уже требование, все, что вы делаете, как-то воплощать в университетовой формат. И таким образом получается, что нам нужно создать нейросеть, управляющую поведением виртуального агента, ну, пусть даже на основе той самой когнитивной модели. Но, значит, на основе, значит, мы можем, например, нагенерировать много данных с помощью когнитивной модели и на этих данных обучить нейросеть. Собственно, пример такой работы я могу вам показать даже в видеозаписи доклада, вот я вам вчера показал, а это были не вы, извините. Очень похоже на нас человек, между прочим. Правда, в маске трудно сегодня. Виртуально, да. Ну вот, ну, мы уже поговорили про виртуальную классную комнату. Виртуальный композитор у нас был, честно говоря, я не знаю, стоит ли этим продолжать заниматься, потому что работ очень много, в мире соревноваться здесь очень сложно. Хотя, возникла идея подхода на основе Apple Books, ну, я не хочу об этом сейчас не правильно говорить. И психометр — это то, что я сказал, вот система психологического пропелирования человека не автомата, а виртуаль — это такой список. Ну, тут я хочу сказать пару слов. Я часто заканчиваю такие презентации слайдом типа этого. Собственно, это старый слайд, где я говорю, что вот на самом деле все это пространство возможностей, конечно, вы узнаете эти кинофильмы. Можно рассматривать как возможности нашего будущего. Его можно также рассматривать как симметическую карту, где слева что-то плохое, справа что-то хорошее, и там сверху возбуждающие несут что-то печальное и так далее. Но нет, у меня даже не было такой четкой ассоциации насчет вертикального измерения. Но сейчас я бы добавил еще одну крайность. Вот, наверное, нужно продолжить эту карту направо на такое же расстояние. Я просто внезапно осознал, к чему нас ведет все это БЛМ, ИГИЛ, Цветные революции, все такое прочее. Вдруг внезапно мне пришло в голову, что речь идет просто о превращении человека в обезьяну. То есть мы все боялись, что нас превратят в робота, и вот это вот здесь, на карте слева, это перспектива, когда мир превращается в матрицу. Мы становимся рыбами, мы сами себя порабощаем. То есть никакие роботы никого там не захватывают, ни с кем не воюют, а просто человек сам своими руками порабощает самого себя. А другая крайность, это когда человек отказывается от науки, от технологий, от знаний, и он просто вырождается, он деградирует обратно в обезьяну. Вот это как раз и есть опасность, которая ждет, видимо, большинство людей, понимаете? И вот истина, она где-то посередине. Да, ну вот это, наверное, все. Напоследок я хочу вам дать адрес своей электронной почты. Если есть желание проводить взаимодействие, пожалуйста, пишите. Ну, теперь я, наверное, смогу обсудить с вами, что вас интересует, если у вас есть время и желание. Вообще, мы уже и так полтора часа здесь проголкали. Может, вы имеете на связи со своим? Выключи запись. А почему? Да, почему? А вы стесняетесь, если вы не хотите? Ну, тогда давайте я поговорю с теми, кто не стесняется, а потом с вами. Или все стесняются? А она со старой компании. Вы все стесняетесь? Хорошо. Ладно, уговорили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!